В конференц-зале Вознесенского храма прошел творческий вечер православной поэтессы Татьяны Севериновой. Человек с непростой судьбой, который нашел в себе силы не только достигать и исполнять мечты, но и давать многое людям, изначально имея меньше, чем другие. На встрече с удивительной поэтессой побывали и наши корреспонденты. Тихий вечер, Вознесенский храм. Это зимнее время теплотой своей напоминает рождественское. Татьяна Северинова – человек, необычный вдвойне. Заболеванию ДЦП не удалось лишить ее самых главных радостей. У Татьяны есть двойняшки Ксюша и Максим, любимый муж и полноценная жизнь, полная творческих радостей. Да, и два диплома о высшем образовании. Двойне – это не вдвойне, шепчу я вновь, это все в квадрате. Души дается временный порыв, чтобы в ближнем разглядеть первооснову, чтобы ощутить, каким задуман мир. А дальше за него, хоть на Голгофу, я женщина. А значит, я люблю. Дрова гаят и ближний согрет. Ее любви тесны внутри, и вопреки стереотипу, что инвалиды нуждаются в нашем тепле, кажется, это как раз мир нуждается в таких людях, как Татьяна. В три года она не хотела отставать от старшего брата и начала читать. Ее строки меткие, точные, афористичные и раскрывают изнанку каждого из нас. Татьяна говорит, что всегда мечтала написать книгу или сценарий к фильму. «Может, я пишу сценарий, а научный ему, а название жизни. Но дубль за дублем, шаг за шаг, я в кадре паскадер, не веду отдыха и адреса». В детстве Татьяна даже играла в футбол с мальчишками в дворе, стояла на воротах. Школу, сами понимаете, не посещала, но на домашнем обучении ее никто не щадил. Читать и писать приходилось на время, а пальцы стирала до крови. Татьяна постоянно решала задачи, придумывала, как лучше застегнуть пуговицу, зажечь газ, пользоваться иголкой, линейкой. Потому и на отслеживание косых взглядов времени просто не оставалось. «Меня в ней, скажем, пленил ее сила духа. То есть это внутренний, очень сильный, цельный человек. И во многих вещах она для меня пример. Особенно, знаете, когда бывает, ну, когда ход из лампы, все это испытывали. Когда я вспоминаю Татьяну, ее вот такую сильную напору, я понимаю, что просто как бы не имею на это права». Татьяна – человек глубоко верующий, и в своем творчестве она поднимает тему Бога и Божественного. И если язык церкви не всегда понятен, то язык творчества кому-то ближе. Люди говорят, что у Татьяны удивительный дар. Она словно искра, которая зажигает других. «Откуда все берется? Из любви, правильно? Любви в жизни, любви в детям, в Богу». «Иногда бывает некий диссонанс, когда человек говорит об очень высоком, но ему не хватает, может быть, средств выразить вот эту высоту, красоту, величие Божьего мира, Божьей истины. Когда человек соединяет творчество, талант с глубоким содержанием, конечно, это лучше всего». «Вы знаете, я плакала, я сидела, читала, просто каждое стихотворение для меня было какое-то вот, ну, как вот в десятку попадание. Вот как будто это все про меня. Как мы судим миру, да? Ну, известная такая сказка о гадком утенке, да? То есть вот как мы судим со стороны. И вот в таком теле вот такой дух, такое содержание совершенно потрясающая, такая глубина и столько любви. Столько любви, нерастраченной к людям. Такой поток тепла, что дай нам Бог всем инвалидам иметь в себе то, что она имеет. Юлия Ситникова, Олег Панов, 41 канал.